Игрок футбольного клуба Строгино, Сикач Данил. Данил, скажи, пожалуйста, положительные моменты при счете 0-4 какие-то есть? Да, считаю, команда не бросила. После такого крупного счета играть до конца бились. Были моменты забить, но чего-то не хватило. Будем работать дальше. Чего-то не хватило. В обоих таймах было по 2-0. После перерыва не удалось перевернуть игру. На чем акцентировали внимание тренеры? До игры, конечно, было понятно, что будет много борьбы и надо было ее выиграть. Если бы выиграли, выиграли бы и матч. В перерыве была задача, конечно, забить, посраться быстрый гол, чтобы сразу переломить ход игры и посраться там. Либо забить уже второй, третий и победить, но не получилось. Удачи в дальнейшем. Спасибо. Тренер футбольного клуба «Строгино» Максим Юрьевич. Скажите, пожалуйста, быстрый гол в начале игры как-то поменял вашу тактику? Что-то, может быть, случилось именно с этим связанное? Ну, по тактике, конечно, первый гол, да. Ранний гол, пропущенный, конечно, что-то вносит, какие-то креативы, но по большому счету в тактике, на тактику он никак не влияет. Да, было видно, что в середине вы хорошо контролируете мяч, но в концовке чего-то не хватает. Ребята через пас выходили, но чего-то в концовке не хватает. Может быть, вы скажете, чего именно? Чего именно не хватает? Конечно же, точного паса, последнего точного паса. У нас были моменты неплохие, когда мы контролировали мяч, и были моменты у нас выбегания были, особенно с правого фланга, слева немножко было. Этих действий чуть меньше, но последнего паса, я считаю. Ну и последний вопрос. Может быть, эмоции или все-таки мастерство? Что тут? Может быть, в этом ключ? Считаю, что эмоции у нас были сегодня на уровне. В этом мы не уступали сегодня сопернику. Что касается уровня, скорее всего, да, потому что эти ключевые моменты влияют на игру. Но все-таки последний пас и тот брак, который мы, технический брак, который мы допускали, он, конечно, влияет на результат. Спасибо большое. Удачи в дальнейшем. Игрок футбольного клуба Ростов Дуриан Даниил. Даня с победой. И скажи, пожалуйста, за счет чего удалось одержать такую крупную победу? Здравствуйте. Спасибо большое за поздравления с победой. Держали победу, потому что выполнили всю установку тренера. Выдали очень хороший матч. Все вышли с на 100%. Отдали всех себя. И таким образом служили эту победу. Заслуженная победа. Молодцы. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Первый гол – это мастерство или удача была вашего партнера? Он у нас мастер. Он мастер, да? Спасибо. С победой. Спасибо большое. Тренер футбольного клуба Ростов Чернокозов Максим Петрович. Максим Петрович, ну в первую очередь с победой. И скажите, пожалуйста, счет 4-0 – это именно тот счет и тот рисунок, который вы хотели видеть до игры? Спасибо за поздравления. Конечно, хотелось всегда выигрывать 4-0. А рисунок хотелось чуть-чуть другой в плане, что очень много мы в простых ситуациях теряем мяч. Очень много. Нас не атакуют, а мы сами теряем мяч в простых, безобидных ситуациях. А что это может быть? Эмоции или захлестывали? Наоборот, недостаток эмоций. В чем вопрос? И эмоции. Не могли давно выиграть. Это тоже один из аспектов. Второй – я думаю, что это еще элемент расхлябанности. Повели 2-0. Ну и думаем, что все будет так легко и просто. Можно где-то там расхлябанно поиграть. Нет, футбол не прощает ни малейших ошибок, ни шанса нельзя давать сопернику. С первой секунды взяли игру в свои руки и до конца нужно доводить, не давая ни малейшего шанса сопернику. Никакими браками, передачами ненужными. Хорошо. А о положительных моментах в игре? Все-таки счет 4-0, разгромная победа. Ну, положительных моментов много. Хорошо, что забили 4 гола. Хорошо, что сыграли на ноль. Старались правильно. Ну, футболисты, в принципе, в тактическом плане выполнили установку на отлично. Как в атаке, так и в обороне. То есть, то, что мы договаривались, а футболисты сегодня все выполнили. Спасибо большое. Еще раз с победой. Спасибо.